здравствуйте дорогие подписчики тема которая периодически опять-таки возникает это святость священной коровы я поднимал эту тему уже не несколько раз наверное да вот относительное потребление мяса и так далее но сегодня мы рассмотрим опять-таки тема сегодня у нас священная корова но тема будет очень интересная я зачитаю гимн гимн в котором объясняется величие священной коровы вы просто будете буквальном смысле потрясены и удивлены теми той духовной силой теми последствиями которые бывают при нанесении каких-то вредоносных состояний священной корове да речь даже не идет о потреблении мясных продуктов говядины речь идет о причинении даже незначительного страдания священной корове и как это сказывается на судьбе человека давайте я буду зачитывать а вот это гимн взятый из ведических писаний да то есть это гимн описаны в ведах в древних ведах не в пуранах он взят не из пуран он ну по тексту вы с ас также сами поймете вот что это произведение довольно древние и так о корове которую нужно отдать брахманом так называется этот гимн и поехали я отдаю ее вот так он должен сказать если они ее наметили я отдаю корову брахманом которые просят ее это дает потомство последующее поколение очень важный элемент дата прямо с самого начала начинаем прояснять оказывается когда мы брахмана это представители священной касты самая высшая каста это по сути священники священнослужители и традиции индуизма было принято да если духовный учитель пуджаре из священного храма вот саньяси приходит и просит корову пожертвовать то человек должен был отдать да потому что брахманы они считались священными и благословение брахманов оно принесет намного больше благ чем дает нам собственно сама корова но такого в принципе потому что у них есть духовная сила их благословение улучшает карму в разы вот и здесь говорится да что когда приходит брахман и просит священную корову для чего они просят ну во первых для брахманов очень важно питаться продуктами которые из которые дает корова во первых молоко масло это понятно правильно ведь из топленого масла делается гиг из которого делаются светильники из навоза делаются лепешки которые используются для яги то есть но мы часто видели огненное подношение такие дав которые там и скидываются там определенные давайте не будем разбирать это да то есть огненное огненное подношение посредством огня там делается подношение много-много всего вот так вот этот огонь разводится из лепешек которые делаются из коровьего навоза не знали вот и по большому счету все что исходит из коровы несет благословение то есть все используется та же самая моча коровы на самом деле лечит очень быстро причем лечит псориаз и многие заболевания далее тот кто разбазаривает свое потомство и у него истощается скот кто не хочет давать корову богов сыновья мриши которые просят то есть здесь говорится что человек потеряет свой род своих детей свое потомство и потеряет свой скот да если у него у него есть здесь речь идет если есть стадо коров да допустим вот если он не даст священную корову брахману не пожертвует вот он потеряет даже свое потомство представляете не по не 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 жертвует человек священную корову это таким образом разворачивается против самого человека что он может потерять своих собственных детей это страшно понимаете какое воздаяние жесткая ну вот еще очень удивительная фраза кто не хочет давать корову богов потрясающая фраза корова богов да корова которая принадлежит богам сыновья мриши это но представители касты брахманов вот когда если если отказать брахману когда он приходит и просит священную корову вот но брахманом как бы живут живут за счет того что дает корова вот и мы вот ездили до по индии по святым местам коровники везде во в каждом ашраме есть обязательно коровник не обязательно что там будет прям тысячи голов скота нет но 35 10 иногда корову просто в храме живут стоит храма за стеной живут коровы живет корова теле теленок маленький мы как-то в храме не помню каком храме я сфотографировал маленького теленка вы знаете но индус увидел что я сфотографировал теленка подошел сказал чтобы я сейчас же удалил эту фотографию мне пришлось удалять хотя он такой милый был теленок да и как бы и это все для меня это было таким удивлением когда ты видишь что в храме живет корова бегает теленок корове навоз лежит местами это вообще-то это такая для для меня это был стресс чаще всего конечно сейчас этого уже нету да но во многих храмах это есть я сфотографировал мне сделать замечание далее из-за безрогой коровы у него разваливаются все помещения да то есть если безрогая корова будет жить в доме то все помещения все жилье не за каким-то образом пострадает и человек может лишиться своего жилья давайте уже буду переводить на наш язык да если и здесь пишется если а из-за хромой коровы если она у него живет такой человек попадет в яму а вот здесь также речь идет но указывает на связь с состоянием тела и большая вероятность того что яма это символ еще нижних миров далее из-за увечной коровы да то есть не не всегда всегда в любом селе можно увидеть коровки у которых есть какие-то недостатки да там отбитый рог проблемный глаз вот коровы иногда дерутся бьют друг друга да там какой-то там рана или хромающая корова и так далее да здесь говорится из-за увечной коровы сгорает дом из-за одноглазой отбирается собственность истечении кровью из-за места где навоз происходит у владельца коровы таково условия здесь не совсем понятно стечение кровью из-за места где навоз ну видимо если причиняется вред корове и не дай бог истечении кровью где навоз это скорее всего у коровы когда когда теряет теленка да у нее или могут открыться кровотечения какие-то внутренние вот вот связанные с этими процессами рождение телят а вот то ну в общем то происходит больше боли бы то начинаются большие проблемы вот таково условия в отношении коровы ведь ведь тебя называют безобманной из-за места где ее две ноги болезнь по имени не совсем понятное виклинду происходит у владельца болезнь по имени виклинду происходит у владельца коровы от зла от зла без имени приходят в упадок те коровы которые обнюхают ее касаясь мордой да то есть смотрите я специально сказал что ну как бы у нас в порядке вещей кушать мясные продукты из говядины но здесь указано какие большие страдания человек может испытать если в его доме там будет жить хромая корова или увечная корова для одноглазая корова здесь по не постарайтесь понять что здесь речь еще о том что хромая увечная одноглазая речь идет о том что люди часто сами калечат животных то есть когда в стадо когда гонится стадо то есть но я сам в селе бывал не раз когда стадо гонится там 200 200 300 голов палкой хлещут всех подряд и дубина там такая жесткая корова там а и между собой не дерутся еще да то есть если за ними не следить они могут друг друга поранить то есть все эти травмы вот они крайне неблагоприятно впоследствии возвращаются на хозяев вот далее кто делает надрезы на на ее ушах тот отлучается от богов так секундочку часть секундочку нет так нашел а речь была от о том кто делает надрезы на душ на ушах то есть согласно священном писании ни в коем случае нельзя уши пробивать и резать каким-то образом что-то с ними делать но на самом деле номер в особенности на ферме да вставляется именно в ухо хотя это нельзя ни в коем случае делать и здесь говорится видите вот я делаю знак так он считает так когда человек делает знак на ухе коровы делает какой-то надрезали вставает вставляет номер в ухо корове здесь сказано то он уменьшает свою собственность он станет бедным другими словами собственность это богатство но если человек так делает он станет бедным если для чьей нибудь выгоды кто-то отрежет у нее кисточку на хвосте от этого умирают у него жеребята и телят пожирает волк да то есть и таким образом отрезав кисточку на хвосте у коровы вот или повредив ей каких-то каким-то образом хвост это является символом того что потомство у коров которых мы будем содержать просто не будет они будут страдать и не будут погибать их будут волки есть и так далее если у нее находящийся в присутствии хозяина ворона выщипала волоски на теле от этого у него умирают мальчики и якша или якшма происходит у владельца от зла от зла без имени то есть опять таки безответственное отношение к корове вот и даже если ворона видите как бы здесь не только речь о том что там ворона что-то там здесь говорится ворона выщипала волоски на теле вот здесь просто говорится что если мы безответственно относимся к корове а очень часто коровы вообще живут в навозе они всегда грязные у них вы имя всегда в навозе да и то есть но мы это всегда а вот ой я даже не хочу вспоминать внешне не по себе становится потому что я видел как к коровам относятся как их бьют на фермах а вот или там в хозяйствах да в хозяйство домашние коров домашним коровам тоже не очень-то хорошо относятся то есть нет такого чтобы там знаете прям супер хорошее отношение было вот всегда коровам относятся как довольно жестко вообще несправедливо далее ну то есть да давайте еще раз вернусь если ворона выщипала волоски на теле у священной коровы от этого у хозяина будут умирать его дети по мужской линии да то есть мальчики вот но это обязательно чтобы в присутствии хозяина да то есть если будет какая-то небрежность в присутствии хозяина то мальчики будут страдать далее если женщина из дасов смешивает щелочь и ее навоз от этого рождается уродство которому не избежать того греха то есть навозу от священной коровы также нужно относиться очень и очень хорошо я не знаю что значит щелочь и ее навоз какой-то может какой-то может рецепт для непонятно для чего для чего щелочь трудно сказать в общем поняли да что если даже с навозом дурно обна обращаться то это дает уродство телу то есть человек никогда не будет красивым даже если обращался с с навозом да то есть выбрасывал навоз куда-нибудь в негодное место а вот помойное место и так далее рождаясь корова рождается предназначенная для богов с брахманами то есть изначально рождение коров не для того чтобы мы их ели вот все коровы рождаясь приходя на землю рождаются для божеств с брахманами с представителями божеств на земле кастой брахмана то есть все коровы принадлежат изначально брахманам никогда ни одна корова на земле не принадлежит каким-то человеческим существам никому только брахманам только священникам так сказано в священных писаниях поэтому она должна быть отдана брахманам это называется сохранением собственности то есть если мы пожертвовали корову брахману то мы таким образом сохраняем и приумножаем свою собственность мы будем богатыми процветающими если мы жертвуем коров брахманам священным брахманам представителям касты брахмана почему? потому что когда брахманы проводят ритуалы они делают подношение молока всех тех веществ которые исходят из коровы предлагают божествам таким образом подношение это с одной стороны это выглядит как будто мы там пожертвовали корову но на самом деле это подношение дойдет до самых божеств и она будет добираться до божеств всегда пока будет коровка жива и она будет давать молоко и просад из которого будет предлагаться божеством То есть, когда предлагается молочная еда, молочные продукты божествам на алтарь, таким образом энергия нашего подношения, которое мы сделали Брахманом, она превращается в благословение, даршин. Так работают благословения. Это называется сохранением собственности. Кто приходит, прося ее, тем и принадлежит созданная богами корова. То есть, если Брахман пришел, допустим, у нас есть корова, мы живем в селе, в Индии где-нибудь, и Брахман пришел, какой-то там мистик-йог пришел, или Пуджарий из ближайшего храма пришел и сказал, пожалуйста, дорогой хозяин, у тебя такая хорошая корова, пожалуйста, пожертвуй мне ее. То это уже, если произошла такая просьба, то это уже указывает на то, что эта корова принадлежит этому Пуджарий из храма Венкотешвары, например. Или Джаганадхи. И дальше говорится, это называется насилием над Брахманами, если кто удерживает ее у себя. Да, то есть, если не дать священную корову, это будет грехом, равным насилием над Брахманами, да, то есть, избиениями, мученическими действиями в отношении Брахманического сословия и так далее. То есть, это признак плохой кармы. Далее, кто не хочет давать корову богов, опять видите, опять говорится, корова богов. Это называется, а нет, сыновьям Риши, которые просят об этом, тот отлучается от богов и встречает гнев брахманов. Ну, то есть, гнев брахманов – это чаще всего проклятие, путь к нижней миру. Фраза «тот, кто отлучается от богов», это говорит о том, что такой человек никогда не родится в духовных мирах, он упадет в нижние миры. Гнев брахманов – это проклятие, гнев брахманов проявлялся, когда даже некоторые божества падали с небес, допустим, такие как Нара Нараяна, да, которые стояли на входе, пришли сыновья Кумары, пришли, и Нара Нараяна не узнали их, или Джай-Виджай, там два имени у них. И в силу проклятия они пришли, как Хираньякша и Хираньякашипу, да, как два брата. Далее. Каково бы ни было использование коров, в этом случае он должен искать другую, не отданное, навредить человеку, когда о ней просят, а он не хочет отдавать, да? То есть, если Пуджарий или священник, или же брахман пришел в наш дом, попросил корову, а мы не отдали, хотя согласно священным писаниям, как только брахман озвучивает свою просьбу, это говорит о том, что она ему уже принадлежит. Но мы эту корову, если не отдаем, то здесь говорится, она вредит человеку, когда о ней просят, и он не хочет отдавать. Таково ее духовное благословение. Как скрытое сокровище, такова корова брахманов. Так, секундочку. Открою следующую страницу. Таким образом, они приходят за ней, у кого бы она не рождалась. Таким образом, они приходят за своей собственностью, когда брахманы являются за коровы, подобно тому, как можно угнетать их в другом таково и ее удержание. Так она может бродить до трех лет, будучи неопознанной в речи, но когда он узнает яловую корову, он народа, то тут следует искать брахманов. Не очень понятно, давайте не будем пока что. Это яловая, не яловая. Не яловая это, у которой нет телят. Яловая это, у которой телилась, у которой есть телята. Давайте, в общем, здесь, скорее всего, способ, как избавиться от проклятия. Если он не отдаст корову, то как потом это все компенсировать. В общем, довольно сложный ритуал. Далее зачитываем. Кто ее назвал не яловой коровой, эту скрытую драгоценность богов, в него пхава и шарва, оба выпустив, выступив, выпускают стрелу. Здесь речь идет о том, что если человек соврет и скажет, что эта корова еще не тельная, то есть не телилась, не дает молока, то божества против такого человека сами являются и выпускают стрелу, то есть наказывают. Кто не знает... Кто не знает ни в имени, но также ее сосков, она все равно дуется для него с помощью обоих, если он смог отдать корову. Смотрите, друзья мои, здесь тоже интересно. Это то, что я уже сказал, да, когда Брахман жертвует... Ой, когда... Простой человек из разных кастов, когда он жертвует корову... Извините. Когда он жертвует корову, конечно же, он эту корову уже видеть не будет, не сможет ни прикоснуться к ни к ее вымени, ни испить молока. Но, когда он отдает эту корову Брахманов, то для Вселенной все равно это означает, что эта корова доится для него, для этого хозяина, с помощью обоих, если он смог отдать корову, да, то есть с помощью божеств. Вот, это говорит о том, что даже если корова не при нем, он ее пожертвовал, но благодаря тому пожертвованию, которое совершает впоследствии Брахман, вот, этот человек насыщается благословениями, да, то есть доится для него, имеется в виду, что он насыщается ежедневно благословениями, которые корова, по большому счету, посылает ему, давая молоко, и из этого молока впоследствии, когда делается подношение. Для божеств. Безобманная, здесь вопросик стоит, непонятно же, что это значит. Она в тягость ему, если он не хочет дать, когда просят о ней, не исполняются его желания, которые он хочет осуществить, не отдав ее. То есть у каждого из нас есть свои желания, много желаний. Вот, но когда Брахман приходит, а мы не отдаем священную корову, то ни одно наше желание не исполнится. Вот так вот. Понимаете, да, то есть, если мы нарушим этот закон Вселенной, то ни одно наше желание не исполнится. Кем бы мы ни были, ни одно желание не исполнится. Далее. Боги попросили о корове, сделал Брахмана своим ртом. Человек, не дающий ее им всем, навлекает на себя ярость. Боги попросили о корове. То есть, опять-таки, но мы же не видим богов, да, допустим, у нас есть корова. Но для примера, да, представим себя, что мы живем в Индии, и у нас есть корова, и вот пришел Брахман, попросил, да, и мы видим этого человека. Он скромно одет, он там с какими-то там своими священническими регалиями, да, явился. Вот, он попросил, а мы не дали. Вот, но с точки зрения Вселенной, когда приходит Брахман и просит о корове, это значит, боги, божества являются и просят эту священную корову. Через, посредством Брахмана, посредством его рта. Человек, не дающий ее им, всем, навлекает на себя ярость. То есть, опять-таки, еще очень необычное утверждение. Когда Брахман-то приходит один, но посредством его рта все божества, обратите внимание, все божества Вселенной, просят эту священную корову. То есть, если мы не даем эту корову, мы не даем не Брахману, мы не даем всем тем богам, которые находятся на небесах. Просто космос. Вот такая глубина во всех этих утверждениях, фразах, просто, ну не знаю. Далее. Не дающий корову Брахмана, навлекает на себя ярость домашнего скота, если смертный удерживает у себя скрытую долю богов. Навлекает на себя ярость домашнего скота. Ярость скота. То есть, домашний скот никогда не будет спокойным, всегда будет безудержным, сумасшедшим. Да, есть коровы сумасшедшие. Кто был в селах, знают, что в каждом третьем, четвертом дворе обязательно какая-то сумасшедшая корова. Ее если выпустишь, она бежит, сломя голову, неважно куда, глаза выпучит, вперед, погнала. Ее потом вылавливают там, разворачивают ее обязательно в стадо, чтобы она из стада не бежала. Есть коровы, которые их выгоняют, она развернулась и тихонечко пошла к себе домой. Ее потом пастух ищет. И таких ситуаций, на самом деле, огромное количество. Каждый день, каждый день что-то с коровами происходит. Это все признаки того, что с священными коровами обращаются очень плохо. Да, то есть, это минимальные знаки, такие, которые указывают на то, что много проблем. Но на самом деле с коровами обращаются, я уже сказал в самом начале, очень плохо, ужасно плохо, просто ужасно плохо. Далее, следующее утверждение. Если сотня других брахманов попросит корову хозяина... Сейчас, секундочку. Следующую открою. То боги сказали бы о ней, корова принадлежит тому, кто так знает. Еще раз зачитываю. Если сотня других брахманов попросит корову у хозяина, то боги сказали бы о ней, корова принадлежит тому, кто так знает. То есть, она принадлежит всем. Да, вот пришли сто брахманов, просят священную корову, значит, она принадлежит всем ста брахманов. Под приходит один, значит, принадлежит одному. Ну, таков смысл. Но это утверждение богов, духовных существ, из духовных миров. Кто не отдав ее тому, кто так знает, отдаст корову другим, труднопроходимой станет для него земля вместе с божествами там, где он живет. Труднопроходимой станет для него земля. Это говорит о том, что у него начнутся проблемы вообще в судьбе. То есть, не будет труднопроходимой, значит, не то, что не будет прохода, не будет успеха ни в чем. То есть, не будут реализовываться никакие его задумки, желания, стремления, планы и так далее. Земля – это символ нашей судьбы. Труднопроходимая – это проблемы в судьбе. Труднопроходимой станет для него земля вместе с божествами. То есть, даже божествам будет тяжело находиться там, где будет находиться такой человек, и даже они не смогут помочь, потому что даже им там будет тяжело. Понимаете? Даже божества не смогут исправить карму этого греховного поступка, совершенного в отношении священной коровы. Боги попросили корову у того, где она вначале родилась. Народа вместе... Народа пусть узнает ее такой, вместе с богами он выгнал ее наружу. Здесь говорится о том, что боги попросили корову у того, где она вначале родилась. То есть, когда... когда брахманы обращаются к человеку за подношением, за просьбой о священной корове, то если... то если происходит такое обращение, то значит, Народа лично сам является и выгоняет эту корову от такого хозяина вместе с богами. То есть, вместе с богами выгоняет. То есть, великий святой бессмертный Народа, даже он является в то самое мгновение, когда приходит брахман с просьбой. Яловая корова делает человека лишенным потомства с малочисленным скотом, если... если когда ее просят брахманы, он оставляет ее себе. Опять-таки, я не помню фразу фразы Ялова не Ялова. Давайте, чтобы я не путался в комментариях. Напишите, друзья мои, кто знает, что такое Ялова не Ялова, потому что я точно сейчас напутаю. В общем, Ялова это та, которая расстелилась теленком, а Не Яловая это та, которая не расстелилась еще. В общем, по-моему, так. Но, опять-таки, я могу сейчас так напутать. Ну вот. Еще раз. Яловая корова делает человека лишенным потомства с малочисленным котом, то есть скотом, простите. С малочисленным скотом это значит, что скот не будет размножаться у такого хозяина, если тот не пожертвует корову, когда обращается брахман. Для Агни это бог огня, Сомы это бог нектара, для Камы бог любви, для Митры и Воруны. Воруна это бог воды, Митра я не помню. Для них просят брахманы, не дающие ее, отлучается от них. Ну, во-первых, когда приходит брахман, через него все боги просят о пожертвовании. И когда жертвует, происходит жертва коровы, то это значит, что это подношение делается всем божествам. Но если подношение не делается, то, соответственно, мы лишаем себя этих благословений. Вот. Если такой человек не дает священную корову, он отлучается от всех этих божеств. Давайте, наверное, 35 минут продолжим в следующий в следующем видео. Вот. Поговорим так же. Вот. Но тема весьма интересная. Да, возможно, я выбрал такую довольно сложную тему. Наверное, у нас вряд ли у кого-то есть корова в хозяйстве. Вот. И вряд ли к нам кто-то придет из брахманов. Но вопроса не в этом. Вопрос в том, что каково величие священной коровы. Да. То есть, мы все привыкли есть мясо, колбасы, там все нормально, там шашлыки, масшлыки и все такое. Да, но вот такие последствия бывают даже просто за то, чтобы там каким-то образом не очень хорошо обойтись с коровой. Ну, как-то так вот. Таковы последствия, такова карма, связанная с благословениями священной коровы. Давайте до встречи в следующем ролике. До встречи.